Если и был на свете человек, ставший легендой при жизни, то это Юрий Гагарин. После преждевременной трагической гибели космонавта, рассказы о его жизни и смерти обросли фантастическими легендами. И хотя одни из этих историй действительно основаны на фактах, другие не имеют ничего общего с реальностью. Некоторые заявляют, что Гагарин вовсе не был первым человеком в космосе. Журналист, подробно освещавший полетное задание, готов поспорить с этим утверждением. Мифов вообще было много. Огромное количество. Почему? Особенно потом появились мифы о том, что кто-то летал, и был аварийный пуск до. На самом деле, просто разбился очень сильно летчик-испытатель Масалов. И почему-то считали, что он первый космонавт, катажера. Он остался жив, хотя побился очень сильно. И мы хорошо его знали. Он никогда не был в отряде космонавтов. Вообще не было летчиков-испытателей в отряде космонавтов. Ну, погиб Бондаренко, сгорел заживо, но это во время испытаний. Погиб Шатров, парашютист, который испытывал парашют из больших. Но они не имели отношения к космическому полету. Неоднократно высказывались сомнения в психическом здоровье Юрия Гагарина. Удивительно, но такие заявления делали некоторые участники подготовки полета. Врачи, которые готовили человека, людей к полету, ну, первую шестерку или двадцатку, многие из них были убеждены, что человек, взлетевший над планетой, сойдет с ума. И поэтому было зашифровано ручное управление Гагарина. В маленьком пакете написали цифру 25, запечатали ее в один конверт, потом в другой. И этот большой конверт был положен в такой карман в корабле у Гагарина. Что если вдруг что-то случится, и нужно будет включать ручное управление, тогда он должен достать один конверт, второй конверт, прочитать там цифру 25 и набрать на пульте, на глобусе, набрать цифру 25. И тогда ручное управление включится. Если он сошел с ума, то он не может этого сделать. Самообладание и трезвый рассудок Гагарина помогли ему безукоризненно выполнить свое задание в космосе вплоть до самого приземления, детали которого, впрочем, были сфальсифицированы советскими властями. Из-за того, что Юрий Гагарин приземлился отдельно от капсулы, Международная федерация аэронавтики могла не признать его достижение первым пилотируемым полетом. Ну, день был теплый, конечно, мы пошли сажать картошку на поле. И вот когда я заметила эти два шара красных, я бабушке сказала, посмотри в небо, две красные головы летит. Она говорит, ничего там не летит, давай картошку бросай. И потом через некоторое время просто повернулось назад, огромное просто вот полотнище на полу. Это я сейчас понимаю полотнище, тогда я еще и не понимала, что это такое. Очень много было веревок, и вот поднимается такой оранжевый человек, и тоже не знаю, что человек. И он поднимается и идет на нас. Идет на нас, широко раздвинув так руки, ноги, и такой пошатывающей походкой. Не хотела смотреть. Вот теперь посмотри, идет на нас. Ну, она тут схватила меня за руку, начала говорить, бессмеля эта молитва пришептывает. И кинуть мы с ней, бежать в посадки. Через посадки наш дом был. Потом через некоторое время голос, как из бочки, он говорит, стойте, стойте, мамаша, свои. Я бабушке говорю, стой, говорю, по-русски разговаривает, человек, наверное. Она остановилась, остановилась, опять же, с места не сдвигаясь, просто стояли и ждали, пока он сам подойдет. Он сам подошел, расстегнул себе вот здесь гермошин. Я не знаю, как-то бабушка помогла ему отстегнуть стекло или что, открылось его лицо. Вот. Ну и видно было на самом деле, что это человек. Однако легенда жизни Гагарина оказывается гораздо меньше, чем мифов о его смерти. Какая программа была в этот день, 27-го. В районе испытательных полетов проводили испытания самолет Су-15. Но он должен летать на высотах от 10 тысяч и выше. Я беседовал с тремя крестьянами, которые показывали на следственном эксперименте на самолет в масштабе, сделанный именно на Су-15, что вылетел из-под облаков, затем у него в хвосте появилось дым, пламя, и он ушел в облака. А ясно, что процесс, наоборот, это не самолет Юрия Гагарина. Но и мы знали по плановой таблице, там должен быть самолет Су-15. Летчик нарушил полетный режим, спустился на эшелон, где он не должен быть, в облаках прошел рядом. Он его мог и не видеть. При этом возмущенным потоком самолет был перевернут. И полтора витка всего лишь в облаках до столкновения с землей. Как это было? Он прошел в облаках, это доли секунды. Прошел день 10-20 метров параллельно на скорости сверхзвука. Он создал условия гибели Гагарина и Серегина. И все же, спустя десятилетия после полета, и несмотря на десятки мифов, появившихся позже, Юрий Гагарин остается самоотверженным героем, чьи 108 минут в космосе открыли новую главу в истории человечества. Ирина Галушка, РТ, Москва.